Хей-оу! Всем голодкого шара, дорогие друзья! С вами Мегабольная Лига Чемпионов, четвёртый тур! Сегодня с вами буду смотреть матч я, Бруклин, и с вами, под мои комментарии, мы посмотрим один, в принципе, очень интересный матч, в котором сошлись 7-Up и Меланин. На данный момент Меланин у нас один из лидеров чемпионата, а 7-Up испытывает некоторые проблемы и с составом, и с игрой, и занимает место где-то в середине, ближе к концу турнировой таблицы, после этих трёх туров. Поэтому и Меланину есть что доказывать, и Саванапу есть что доказывать в этом матче, то есть, борьба интересов и борьба двух тактик. За Меланину у нас сегодня играет Бориал, Ройс Бурлик и Дурм. В принципе, победный состав, не меняют они его несколько туров подряд, поэтому, почему бы и нет, собственно, почему бы и нет. Хорошо они играют, чувствуют друг друга, и есть продавки, и есть хорошие комбинации, поэтому они так и играют, да, собственно. За 7-Up играет Виллиан, Фрайс и Мистер Экс. На удивление, нет Рамазанова в опоре, видимо, Рамазану слишком много привозят, его решили не ставить сегодня в основной состав, либо просто Рамазану куда-нибудь уехал и не смог отыграть матч против Меланина. Ой, сейчас опасно, в принципе, Виллиан умудрился продавить Дурма и отдал пас в центр поля, но там Фрайс немножечко не добежал, не успел. И там Брял все уже почистил. Ух ты, вот это гол, вот это ничего себе, 1-0 у нас Савана подкрывает счет в этом матче. Тут Брял что-то замешкал, если начал поднимать от борта, его тут подкараулили и забили прям в ближний угол, в ближний вратарский угол. В принципе, ой-ой-ой, что это такое, 1-1 вроде было. Или ФП, не, не знаю, что случилось, но почему-то опорник уехал в ворота и мяч, собственно, взлетел. Ну, там Фрайс, в принципе, толкал эксы, и поэтому можно списать на это. А то сейчас Брял застырье от ворота, с другой стороны что-то у нас сегодня опорники плохо чувствуют эту рамку. Вот у нас пока Савана пойдет в атаку. У Меланина больших моментов-то не было. Вот сейчас, как Ройс перехватывает мяч, отнимает Виллиан и начинает атаку уже теперь собственные команды. Фрейс в угол. Дурм. На Брялу, Брялу, на Фрайс. Ну, в общем, идет борьба за владение мячом, за инициативу. Пока то Севенап у нас пытается контролировать мяч. И сейчас вот пытается как-то медленно-медленно вкатываться в матч Меланина. Как-то у них не очень хорошо... Ой, сейчас, в принципе, опасно, но не очень хорошо получается. Нет такой какой-то остроты. Вот сейчас Ройс Бурлик на паре с Дурм. Дурм продавливает. Там была череда рандомных рикошетов. Отскакивает к Бурлику, и Бурлик уже переводит мяч в пустой угол ворот. Сейчас хорош комбинация от Фрайза и Виллиана. Прям пас, 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 пас. Но Брял сейчас... Вот сейчас Виллиан накидывает на Фрайза, но тот не добирается до мяча. Вот огрызнулся, огрызнулся Севенап. Надо срочно быстрее забивать, чтобы не терять нить игры. Ройс Бурлик простреливает. Нет, Фрайза перехватывает. Держал он зону. Собственно, поэтому... Прострел не получился. Дурм в углу против него Виллиан. Виллиан выигрывает борьбу. Тут два удара по Бориалу. Ройс Бурлик, да, сейчас подстраховывает Бориалу и выносит мяч. Потому что даже Ройс оказался за Бориалом. Бориал слишком далеко вышел в данном моменте. Дурм в углу против него. Опять Виллиан, и Виллиан отнимает мяч. Дурм не знает, что делать мяч. Он решил просто отдать и подловить ошибку на Виллиан. Виллиан разбирается с Дурмом. Но Дурм что-то как-то сегодня плохо играет на самом деле. Как-то он то ли лагает, то ли чего. Но просто мне не нравится сегодняшняя игра. Экс вдвоем. Против него Бурлик и Дурм с сжиманием действует. Прострел Бурлика, но Дурму было неутобно. Бить слишком мяч быстро летел. Это потому что там еще не мешали ему Виллиан и Экс. Бориал. Сейчас наверх будет поднимательная Бурлика. Бурлик проходит в принципе Фрайза, но мяч все равно остался у Севенафа. Ой, Виллиан хорошо сейчас открылся, отвоевал позицию, забрал мяч. На этом все. Зачем-то сделал ненужный дабл. И снова игра в центре поля. Какой-то немножечко у нас скучный матч. Команды не хотят рисковать на самом деле, мне кажется. Так кажется, медленно все. Экс. Вот сейчас Невиллиан, он тут Дурм отвоевывает позицию. Сейчас вот даже Бориал высоко выше, но остается 7 секунд первого тайма. В принципе, это обоснованно. Ройс, ой, как Фрайс, сейчас пускает мяч за себя в центр, там срандомило. Опасно, опасно. Не уверенно играют и те, и другие. Кстати, Рамазанов у нас здесь, да, в этом спектрах сидит. Значит, осознанно, осознанно играет Севенафа без него. Вот у нас начался второй тайм. Команда играет без замен. Рамазанов все по-прежнему сидит. Пингвин сидит у команды Меланин. Дурм все в углу. В углу пытается поднять, теряет мяч, но Бориал тут страхует. И вторая волна атака от Меланина. Дурм сейчас с мячом теряет мяч, хотя тут Бурлик пытается подчищать косяки Дурма. Хотя он мог спокойно толкать и отдать мяч Бориалу, но он решил пройти сам. Вот Бурлик закидывает на Дурма. Дурм с Бурликом как-то запутались, друг с другом идут, оказались на одном фланге. Как-то нехорошо, но им собственно... Сейчас никто не мешал, Экс сейчас опасно. А сейчас Бурлик не продавил Экса. Не получилось с него. Вот сейчас как Фрайс отпустил Дурму прямо на одного, одного на Экса. Как-то странно играет. И сейчас Экс хорошо убирает. Виллиан простреливает на... Ну и все, опять атака на Севенапа не получилась. Тут все контролирует Бориал. И Дурм сейчас хорошо играет. И Ройс Бурлик. Кроют они нападающих Севенапа и не дают им начать просто атаку. Ну сейчас вот Экс опять закидывает. Вроде хорошо по идее, но Дурм просто уничтожает Фрайза за данный отрезок времени. И не дают им ничего сделать, но сейчас очень опасно Экс прокидывает. Там рикошета рандомный. И мяч на Виллиана переводится. И Виллиан забивает гол. Поздравляем команду Севенап. Получилось у них выйти. Выйти довольно-таки успешно. Бориал тут немножко пустил за спину. Не разобрались игроки Меланина. И поэтому счет у нас 2-2. Фрайс. Пытается пустинговать Ройса Бурлика. Проиграл Борт. И Бурлик тащит, тащит. Ой, сейчас Экс как опасно сыграл. Повезло, что не отрикошетил в ворота. Вот сейчас Фрайс пытается пустинговать Бурлика. Нет, нет, нет. Скидывает, скидывает. Да, скидывает Фрайс на Экса. Экс тут не рискует вообще. Просто бьет в Борт, чтобы, не дай бог, потерять мяч. В принципе, сейчас счет Севена поустраивает. Так как они по афише этого матча, судя по турнирной таблице, немножечко... Аутсайдер Ройс сейчас дурно. Ройса Бурлика отдавал Экс. Браво Экс. Занял хорошую позицию. Конечно, немножко повезло, что Бурлик именно в Экса пробил. Но хочется отдать должное и опорнику Севена, потому что он так грамотно выбрал позицию. Прочитал ситуацию. Бурлик сейчас будет поднимать. Нет, Фрайс не ведется. Хотя все равно получился прострел поперек поля на Дурму. Ой, сейчас Дурму убирает Вильяна. И опять опасный момент. Фрайс почему-то, хочется отметить, пошел крыть Бурлика, который остался один и вышел против Экса. Но Экс тут не стушевался и отъел угрозу от собственных ворот. Вот сейчас Вильяна как-то непонятно пошел. Сейчас Экс очень хорошо прокидывает. И Бурлик пускает за спину. Вильяна обманывает его. Обманывает его. И Севен Ап выходит вперед в этом матче 3-2. Вот такие. В принципе, изначально не страшные, даже не атаки, а такие выходы Севен Апы из обороны. Увенчались для Севен Апы двумя забитыми голами. Это дорогого стоит в этом матче. Пока Меладин, в принципе, владеет инициативой и расточительно пользуется собственными моментами. Вот так как удар он. Бурлика ровно в Экса. Потом просто Бурлик оставался один на один с Эксом. Не смог его переиграть. Молодцы Севен Апы пока сейчас хорошо играют. Ой, сейчас Бурлик закидывает на Дурмой. Да, да, да. Тут ошибся Экс. Пустил себе за спину. 3-3 счет в этом матче. Сравниваю счет Меладин. Ну вот видите, как вот немножечко ослабляют хватку игроки. Ну, полевые имеются в виду игроки Севен Апы. Ой-ой-ой, опять опасный момент. Так вот, продолжу мысль. Как ослабляют хватку игроки Севен Апы, Фрайс и Виллиан. Так сразу изникают опаснейшие моменты. Собственно, они и превращаются в голы. Вот сейчас вот ни Фрайс не доработал, ни Виллиан в забитом голе. И поэтому Экс тоже пустился за спину. И Дурма никто не крыл, поэтому Экса просто оттолкали. Экс вниз, правильно, на Виллиан. Виллиан. По борду идет, зачем-то простреливает. Отдает мяч ровно Бориалу. И, собственно, атака кончается. Сейчас выход 2 на 1. Вот тут сейчас Фрайс и Виллиан успели вернуться. Комбинация хорошая. Удар Фрайса мимо ворот. Но если он бил бы в створ, то-то уже Бориал бы все бы контролировал. Вот сейчас Виллиан и Фрайс остались вдвоем почему-то на фанге. Нельзя так делать. Дурмут что-то как-то у него сегодня не получает. Ни в том месте, ни в то время стоит. Все время его мяч за спину. Прилетает. Как-то сегодня Меланин вяленько действует. Не знаю, чем это вызвано на самом деле. Вот у нас и третий тайм стартовал. Команды по-прежнему играют без замен. Все тот же Фрайс, все тот же Виллиан и Экс у 7-Up. И тот же Бурлик, Дурм и Бориал у команды Меланин. Виллиан сейчас вот пытается обыграть и выйти из зоны. Но пока вот они распособытся с Эксом. Тут Фрайс уже спасает ситуацию. Иначе бы просто продавил бы нападающий Меланина Экса. Вот Фрайс и Виллиан вдвоем вышли на Бориал. Вот открыли коридор. Бориал ровно туда. Вот сейчас Экс дотягивается до мяча. Дурм хотел то же самое исполнить, что как и при третьем голе команды Меланин. Сейчас Бурлик опасно бил. Экс справляется. Экс сейчас хорошо себя проявляет. Экс не дает. Вот тут Фрайс за ним встал, чтобы не дай бог залетел и продавил Дурм Экса. Бориал напас на Бурлика. Бурлик на Дурму. Дурм слишком далеко. Занят был борьбой. Не прочитал этот момент. Бориал, ух ты, между двоих. Ударил и в принципе был бы гол. Но там этот рикошет, он сыграл за 7-up и попал в мяч в штангу. И штанги уже не в ворота переликли. Вот 7-up начинает атаковать. Ну и на этом все. Как-то Диалин опять они пытаются робко действовать. Прямо чтобы не дай бог какой-то лишний рикошет и убежал кто-нибудь из команды соперников в контратаку. Бурлик и Дурм пытаются тоже начать. Но сейчас вот грамотно встали и Фрайс и Виллиан и ничего в принципе не дали. Вот сейчас Виллиан плохо стоит и что это было Виллиан? Что это было? Виллиан попал под мяч, убежал, отдал позицию просто игроку соперника. И тот беспрепятственно практически перевел мяч в ворота. Экс что-то встал, что такое? Да, тут сейчас ошибка явно Виллиана. И счет матча 4-3 в пользу Меланина. Виллиан вот сейчас отбарывает Дурма. Но все равно проигрывает позицию. Дурм все равно отдает передачу. Вот сейчас Фрайза чуть не прошел. Но от Фрайза трикошетила стало еще опаснее. В принципе потому что там Дурм уже мог бить по этому мячу. Но там Виллиан с ним боролся и не дал. Как следует ударить. Вот сейчас хорошо Фрайз на Виллиана протидывает. Виллиан с мячом. Виллиан с мячом. Прострел Фрайз! Бей! Нет, нет, не попал. Вот это 100% момент. Возможно у Севенапа больше... Ой, ФП, ФП, ФП улетел. Возможно таких больше моментов у Севенапа не предвидится в этом матче. И не получится создать очень опасные попустительства в вороне сейчас было у Меланина. Хотя в этом матче вот не первый раз так вот они... Ой, сейчас Виллиан хорошо о себе протидывает. Но он Дурм зачем-то пинает Виллиана. Ускоряя его, а не собственного опорника. Он тут сейчас борол справляется. Экс видно, что лагает куда-то мчится. Совсем все плохо будет сейчас для... Севенапа! Ой-ой-ой! Гол! Гол! Виллиан и Фрайз сейчас... Пэш соорудили между собой. Двойной удар, так скажем. И счет у нас 4-4, если я не ошибаюсь в этом матче. Остается минуты 30 до конца. Но в принципе... В принципе... Судя по моей объективной оценке... По моему просто мнению личному... Что сегодня Меланин не показывает той игры, которая была в прошлых турах. И мне кажется, они даже не наиграли на эту победу. Больно хорош сегодня... Вот с таким Меланином... Севенап. Меня лично порадовало. Экс как опорник. Хорошо сейчас отыграл. Ой, Брял сейчас мог ошибиться. Но нет. Виллиан не добрался до мяча. Вот сейчас Виллиан хорошо простреливает. Но Фрайс слишком медленно среагировал. Ему далеко было бежать. Даже на нитро он не добрался. Бурлик с Дурмом вдвоем. Но тут открыли коридор. И Экс громко туда его мяч этот просунул. Брял. Дабл на Бурлика. Бурлик обратно возвращает. 39 секунд остается в этом матче. Счет 4-4. Дурм. На Ройса. Ройс на Дурма. И все. Нет, Брял. Ройс. Ну тут просто перепасовка команды друг с другом. Нет точных и хороших пасов. Сразу отнимают мяч. 15 секунд до конца. Дурм продавливает. Нет, Экс убегает хоть из ворот. Но выбивает мяч. Фрайс хорошо сейчас перехватывает мяч. Ой, Фрайс хорошо обманул Бурлика. Не прочитал его Финк, Борял, Вугул, Фрайс, Виллиан. Гол! За секунду до конца. Гол! Автогол Дурма. Секунда до конца. И этот матч выигрывает 7-Up. Вот это да, дорогие друзья. 7-Up выигрывает этот матч у этого Меланинов. Вот так вот, дорогие друзья, подошел к концу. За секунду до конца вырывает победу команда 7-Up. Мои поздравления. Эксу, Фрайзу и Виллиану. Молодцы, ребята. Показали, в принципе, сегодня достойную игру. Ну, а Меланин как-то сегодня медленно действовал. Что-то мне сегодня его не понравилась игра. Всем спасибо, дорогие друзья, что посмотрели вместе со мной этот матч. С вами был Бруклин. До скорых встреч. Всем пока.